всем привет это наш следующий видео отчет после очень лечения в центре бердавид в израиле значит что умеет делать наш ребенок значит с недавнего временем наш сын стремится все сделать сам не разрешает себе помогать абсолютно все обуваться что касается самообслуживания ну абсолютно всего-всего-всего сам первый бежит все это сделать не разрешает если ты вперед него что-то сделаешь он все это переделывает чтобы это сделал он например там открыть дверь в подъезде вызвать лифт открыть дверь включить свет в квартире вот то есть ну вот все вот эти вот моменты которые раньше он совершенно ничего не замечал не мог не делал были такие моменты наверняка многие родители поймут сейчас когда ребенок стоит просто и все и не знает что ему делать мы ему все проговаривали что ему делать обувайся одевайся там садись открывай дверь закрывать дверь то есть но вот это вот все ушло и теперь проявляется какая полная самостоятельность да еще не все получается но тем не менее даже такой вот сложные моменты например застегивание пуговиц у него не совсем получается вот он разрешает и он так стремительно очень усердно это все делает сам и нас это очень даже умиляет чему мы очень рады вот ну то что он просыпается уже без криков и без всяких капризов это уже после того как мы вернулись после лечения это все стало понемногу сходить 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 на нет и сейчас ну как бы этого совершенно ничего нету и ребенок у нас просыпается то есть выходит сам на кухню я его в примеру встречаю до с утра и это уже совершенно другое качество жизни ну как бы очень намного приятнее вот спасибо центру бердовид и давиду прежде всего спасибо вам за все дальше понимает сложную обращу даже не обращенную просто речь знаете я вот дорогие родители мое наблюдение чем проще мы говорим ну как вот естественно на равных с ребенком соответственно возрасту тем больше ребенок понимает нежели мы там играем что-то проговариваем пытаемся медленно сказать как нас учили до этого до медленно не торопясь ну как больному для человеку это не срабатывает а работает тогда когда ты говоришь это естественно плавно и хорошо как говорится тогда есть результативность ну вот например такой у нас пример был буквально недавно мы пришли на занятия центр развития и пришли немного раньше положенного времени на что я дамеру сказала так вот естественным образом поди покажись что ты пришел чтобы тебя увидели что мы здесь и он так очень очень так это все сразу понял я даже вначале на это не обратила внимание потом а он понял а он сделал вот ну как бы поди покажись что ты пришел что мы здесь уже и вот он вышел показаться что мол я пришел на занятие вот потом следующий момент там же на тех же на занятиях есть комната ожиданий там приходим раньше там есть некоторые родители и разных деток и дамерчик он понимает он понимает осознает что он немного еще отличается от других деток и он старается быть держать себя в норме вот этим так очень интересно наблюдать когда он старается и при всем при этом самый важный сейчас момент что он не комплексует он чувствует себя нормально очень раскованно и хорошо меня как маму это очень-очень радует также следующим ну к примеру да вот я могу сказать о том что вчера буквально мы пришли и сидит ожидает родительница ребенка да мир раньше мог к чужому человеку просто подойти и прильнуть вот как бы да ну не чувствуя себя не чувствуя границ к чужому совершенно к чужому человеку он мог вот при родители меня понимают то вчера буквально вот он как-то так это сделал что он понял это я уловила это и он подвинулся ко мне то есть к маме вот то есть ну понимает вот это вот границы или субординация это как называть ну в общем я надеюсь меня родители понимают вот такой был случай у нас что еще такое проявляется такая вот знаете дерзко ну не дерзкая вот хитрость по его возрасту ему почти 7 лет вот будет в ноябре в конце и он понимает у нас была такая борьба он все время кричал кричал и в общественных местах у нас были крики там истерики на занятиях вот то сейчас ну как бы спасибо конечно же давиду как давид неоднократно говорит что нужно воспитывать родителей прежде всего таких деток спасибо вам за перестройку перенастройку перевоспитание вот и не к чему к тому что как-то что-то меняется в родителях какое-то осознание этой ситуации и как вот влиять на своего ребенка чтобы дать добро как говорится ему по-настоящему вот и вот эти вот моменты когда он кричит он понимал что в этот момент я раньше терялась вот я не знала что делать когда людей много и вон кричит и он как бы то сейчас как-то у нас прошел такой процесс воспитания над ним да и он понимает что этого делать нельзя и что прямо говоря за это может быть ну как бы говорится наказание хорошем понимании этого слова вот то есть он знает что этого делать нельзя и я к чему говорю он хитрит иногда меня проверяет на прочность и пытается крикнуть да в общественных местах и ему достаточно одного только вот ну как бы взгляда мамы что это неправильно он сам это понимает он улыбается и продолжает хулиганить одним словом вот такие моменты у нас есть потом вот насчет взгляда я обратила внимание о том на то когда он смотрит либо телевизор на мультфильме либо же там кстати он стал длительнее смотреть телевизор даже бабушки и дедушки наши заметили о том что даймир стал смотреть телевизор иногда вот и вот когда он что-то смотрит у него очень такой уверенный взгляд то есть нет вот этого стеклянного взгляда либо блуждающий взгляд зайчика как я называла испуганный вот сейчас он очень уверенно ну как-то так содержательный взгляд скажем так вот да конечно еще бывает когда незнакомые места вот он взгляд блуждает естественно это еще есть ну а как по другому как говорится если ребенок большую часть своей жизни скажем так он провел в таком страхе и сейчас он выходит на поверхность как говорится вот и все по-новому у него вот поэтому следует запастись терпением что все сразу как бы по щелчку по мгновению волшебной палочки это не произойдет но тем не менее все наши знакомые говорят о том что это колоссальная разница ребенок до и сейчас вот потому что мы родители которые живут с ним но ежедневно мы все это видим мы уже не всегда это можем заметить какие-то мелочи и подробности но он наше окружение знакомые говорят что это как бы совсем другой ребенок вот такой момент помогает мне с младшим ребенком конечно это еще и так забавно и потешно выглядит когда он бежит быстрее хочет поменять там памперс или вот раздеть его старается вперед меня это сделать вот и он его любит он его целует и причем ну не по-детски а по делу когда вот это в какой-то ну игровой или шуточной форме вот что-то такое он проявляет нежность вот такое вот ну брату младшему так что вот такой момент ну и конечно же хочу такое вот скажем так наше наблюдение и что вот после центра БРДВИД это факт как бы даже в общем когда происходит заживление органического поражения мозга ребенок становится другим вот вот эти вот истерики вот эти вот агрессия бить по голове себя вот это вот все когда это все уходит после того как заживает органика воспаление и мы вот замечаем что ребенок интересуется естественно он совсем другой становится и уже легче намного легче как говорится участвовать в развитии ребенка то есть это как-то единственное это нужно вот как бы цель и терпение но это не то усиленно развитие когда ты делаешь руками ребенка когда ты насильно это делаешь да раньше такое было когда все начинали мы с этого его руками там как бы но сейчас стоит только показать проявив при этом терпение и немножко усердие вот поэтому наши дети обучаемые и самое главное это чтобы была цель да и продолжаем мы как родители себя воспитывать чтобы это была не коррекция а цель а вот ну вот продолжаем трудиться мы безумно безгранично благодарны центру за эту помощь за то что мы встретили вас вашу семью и это то что происходит с родителями и в жизни нашей семьи ну наверняка люди которые побывали в центре все это знают и ощущают вот какие-то такие моменты изменения в жизни что это просто ну как бы не описать словами это это совершенно другое качество жизни другое качество жизни связанное не только с ребенком да но и личные вот всем хорошего дня всего доброго звоните давиду те кто планирует поездку ехать не ехать сомневается не сомневается то ехать однозначно ехать всем всего доброго до свидания до свидания и как липсу и по клипсу